Приветствуем вас в серии видео, посвященной техническому разбору Солана. В этом видео вы узнаете о механизме работы децентрализованных обменников и даже запустите свой собственный. Подписывайся на канал Криптон, а мы начинаем! В прошлом видео мы познакомились с сетью Солана, научились пользоваться кошельками и создавать свои токены. Эти навыки понадобятся нам сегодня, ссылку на прошлое видео вы найдете в описании. На централизованных биржах ликвидность, то есть возможность быстро продавать криптовалюту по рыночной цене, обеспечивается мейкерами, людьми, создающими отложенные ордера, которые отправляются в книгу ордеров и ждут своего исполнения, если актив достигнет определенной цены. Такие ордера исполняются тейкерами, людьми, которые хотят моментально продать или купить актив. Таким образом, на биржах с высокой ликвидностью активов всегда можно быстро продать криптовалюту по цене близкой к рыночной. Более подробно узнать о том, кто такие мейкеры и тейкеры, а также о системе ликвидности на биржах, вы можете из нашего видео, ссылка на него будет в описании. Если с централизованными биржами все обстоит довольно просто, то каким образом организована торговля в децентрализованной сети? Откуда берется ликвидность? В DeFi секторе сети Солана существуют децентрализованные биржи, работающие по принципу книги ордеров. Такой, например, является Serum. Но сегодня мы поговорим об иной реализации децентрализованных обменов в системе AMM – автоматизированного маркетмейкера. Примерами AMM, о которых вы могли слышать, могут быть Uniswap в сети Ethereum или PancakeSwap в сети Binance Smart Chain. В такой системе для каждой торговой пары существует так называемый пул ликвидности. Каждый такой пул, по сути, является смарт-контрактом, то есть программой, записанной в блокчейне и автоматически выполняющей определенные действия. Смарт-контракт управляет двумя хранилищами с токенами, обмен которых происходит в данной торговой паре. Цена токена в торговой паре по отношению к другому токену зависит от отношения их ликвидности, то есть количества токенов в хранилище. Например, если в пуле ликвидности количество одного токена будет равно 20, а второго – 100, то есть относится как 1 к 5, то при обмене их цены будут также относиться как 1 к 5. Заметьте, что во время обмена меняется отношение количества токенов в хранилищах, а следовательно и цена. Откуда берутся токены в этих хранилищах? Их в пул ликвидности отправляют обычные пользователи, которые называются поставщиками ликвидности. В большинстве таких систем пользователям, предоставляющим ликвидность, необходимо отправить в пул равное количество каждого из токенов в долларовом эквиваленте. Это значит, что если пользователь хочет отправить 1000 долларов в пул ликвидности, ему необходимо будет отправить 500 долларов в одном токене и 500 долларов в другом. Взамен предоставленной ликвидности пользователи получают так называемые LP токены. Они выступают чем-то вроде расписки, с помощью которой пользователь сможет вернуть свои токены из пул ликвидности. За предоставленную ликвидность пользователи награждаются комиссией из каждого обмена в их торговой паре. Также часть комиссии удерживается самим децентрализованным обменником. Но что случится с пулом ликвидности, если пользователи начнут совершать множество односторонних обменов, то есть массово выводить один токен из пула взамен другого? Цена актива с растущим количеством в хранилище начнет неукоснительно падать и может достичь критических значений. Такое явление называется непостоянной потерей. В нашем примере продажа всего 1882 токенов привела к изменению цены на 99%. В результате непостоянной потери поставщики ликвидности могут остаться с большим количеством токенов, на которые нет спроса. Если цена одного из ваших токенов в пуле ликвидности начнет падать, а другого расти или стоять на месте, вы начнете терпеть убытки, которые будут устранены, если цены токенов вернутся к одному направлению движения. А теперь давайте сами запустим свой АММ-обменник. Весь процесс установки набора инструментов Solana, создания кошелька и получения аирдропа тестовых сол мы показали в прошлом видео, с которым вы можете ознакомиться по ссылке в описании. Мы же начнем с момента с уже созданным кошельком и полученным аирдропом тестовых сол для оплаты комиссий. Напоминаю, что все команды и необходимые материалы из сегодняшнего видео вы найдете в описании. Для начала необходимо установить инструмент Git, если он у вас еще не установлен. Проверить это вы можете командой GitVersion. Если вместо версии Git в выводе вас встретит ошибка, необходимо установить Git, скачав установщик Git для Windows или Mac OS по ссылке в описании и запустив его. В случае с Linux, Git с большой вероятностью уже будет установлен, однако если вы путем команды GitVersion выяснили, что это не так, установите его с помощью команд, которые вы видите на экране. Затем по ссылке в описании установите Node.js для вашей системы. После установки Node.js перезапустите вашу командную строку или терминал и перейдите в рабочую папку, которую мы создавали в прошлом видео. Скопируйте в нее GitHub репозиторий, ссылку на который вы найдете в описании, с помощью команды GitClone. Затем перейдите в папку со скопированным репозиторием. Здесь нам нужно задать переменные для получения тех самых комиссий за обмены на нашем децентрализованном обменнике. Сделать это вы можете, отредактировав файл ENV, который находится в папке скопированного репозитория в любом текстовом редакторе. Вам будет необходимо добавить свой адрес для получения комиссии в двух строках. После этого в терминале введите две команды set, еще раз указав свой адрес. После установки переменных введите три команды, завершающие установку всех сторонних компонентов. Остается только поднять локальный сервер, введя две коротких команды. Отлично! Обменник будет запущен на вашем локальном сервере. Чтобы получить к нему доступ, перейдите по отображаемой ссылке в вашем браузере. Вашему взору предстанет собственноручно поднятый децентрализованный обменник в блокчейне Solana. Вы можете изменить сеть в настройках. Мы продолжим работу в основной сети Solana. Для взаимодействия с обменником подключите ваш кошелек. По умолчанию для этого необходимо использовать кошелек Solid, открытый во вкладке этого же браузера и работающий в одной сети с обменником. Ссылку на кошелек Solid вы найдете в описании. Для демонстрации работы обменника мы заранее создали и отчеканили два токена в основной сети Solana. Этот процесс мы подробно разбирали в прошлом видео. Переключить консольный кошелек в основную сеть Solana можно с помощью команды Solana ConfigSet. В запущенном вами децентрализованном обменнике вы сможете совершать все действия аналогичные реальным обменникам. Например, вы можете создать пул ликвидности, в том числе пул с собственными токенами, после чего совершать настоящие обмены и наблюдать за механизмами работы АММ на практике. В следующей серии мы разберем механизм работы систем кредитования на блокчейне Solana и даже запустим свой сервис, предоставляющий такие возможности. Подписывайся на канал Криптон и наши соцсети. Все ссылки будут в описании.